Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Антон Хорин, я музыкальный мастер. Мы находимся в моей музыкальной мастерской в Порожках под Петергофом. Но давненько я ничего не снимал, был очень загружен в рамках своего интенсив-курса по изготовлению гитары за месяц. У меня был ученик, который за месяц умудрился из великолепных материалов, собственноручно, под моим четким руководством, сделать великолепную гитару модели ОМ. Но сейчас не об этом. Настал момент снять очередное видео, и у меня в мастерской в ремонте были два инструмента. Я решил снять про них небольшой обзор и поговорить вообще о конструировании инструментов и об их использовании, что самое главное. Ключевым моментом этих инструментов и этой истории сегодняшней будет то, что владелец этих инструментов путешественник и мореплаватель. Барт, путешественник, турист, мореплаватель и так далее. Соответственно, он играет на хороших инструментах, и вот у него два инструмента, которые я вам сегодня покажу. И расскажу о них, об их мастере немножко, и вообще о том, что происходит. Ну и побеседуем вообще. Один из инструментов это классика. Оба инструмента сделаны в Новосибирске. Мастер Рассохин Владимир Алексеевич. 2015 и 2018 год. То есть современный мастер из Новосибирска Рассохин. Мы не знакомы. Ничего плохого не могу об этом мастере сказать. Ничего, да. Пока. Вот это впервые я держу его инструменты в руках. Но. На уровне шутки, пускай он там, если увидит это видео, не обижается. Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Поговорка не моя. Еще раз. Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Мастер, который делает гитару, с фамилией Рассохин. Все инструменты рассохлись. Ну, может быть, взять псевдоним. Ну, так, как совет, да. Ну, ладно. Это, опять же, на уровне шутки без обид. Но вот первое, что приходит в голову, когда мне принесли это. Оно все рассохлось. Деки по швам, окантовки. Ну, не знаю. Ну, как так? А теперь переходим к основному, да. А с чего я начал. Но ведь владелец этих инструментов, турист-мореплаватель. У него тримаран, который изображен на головке вот этой гитары. И он на этом тримаране совершил кругосветное путешествие, которое изображено вот здесь, на этой гитаре. Гравировка, земной шар и маршрут кругосветного плавания. И я так понимаю, что в этом плавании у него был один из этих инструментов. Уважаемые музыканты, еще раз напоминаю вам. Музыкальный инструмент, особенно хороший музыкальный инструмент, особенно мастеровой музыкальный инструмент, из ценных пород дерева, не предназначен для использования на открытом воздухе вообще. Тем более в походе, в мореплавании, на тримаране, в океане, где угодно. Музыкальный инструмент, хороший музыкальный инструмент не предназначен для использования на открытом воздухе. Все нормальные музыканты, которые берегут свои дорогущие музыкальные инструменты, для игры на свежем воздухе, в походе, в плавании используют специальные музыкальные инструменты, которые сделаны из специальных материалов. Которые пропитаны, которые сделаны из пластика, которые пропитаны изнутри эпоксидкой Есть мастер, который делает специально для туристов, для бардов гитары И хвалится, что на моих гитарах можно сплавляться на байдарках, потому что они изнутри у него пропитаны эпоксидкой С такими инструментами Да, пускай они звучат как бревна, но зато с ними ничего не будет С другой стороны, я прекрасно понимаю, у богатых свои привычки И когда человек платит серьезные деньги мастеру, изготавливая вот эта классическая гитара, сделанная из великолепного бразильского палисандра Материал, которого в природе нет уже, весь вырубили По материалу эта гитара стоит полмиллиона как минимум У богатых свои привычки, подумаешь, полмиллиона я беру с собой в плавание, пусть она развалится Ну, если вы настолько богаты, ну что ж, берите и плавайте на ней, сплавляйтесь там на своем тримаране Ну, жалко же, жалко материал, жалко инструменты, в конце концов Если вы настолько богаты, купите себе специальный инструмент для плаваний Ту же самую Энию, которая делается из пластика целиком С ней ничего не будет во время плавания А еще будете, когда вдруг что-то случится, на ней можно еще и всплыть И продержаться на волне, да Ну, в конце концов, ну Овэйшн, да, целиком пластиковая гитара из пластмассы Ну, зачем инструмент за полмиллиона, да, гробить в походе В бардовской песне у костра, да, когда с одной стороны жар огня С другой стороны холод из леса, сырость в палатке, влага Ну, пипец Естественно, инструменты все развалились И тут не вина мастера Рассохина Боже упаси, все у него в порядке Это именно вот такое отношение к гитарам Ну, это ладно Это как бы такой Как бы одна из тем сегодняшних Еще раз повторюсь, не устану повторять Музыкальный инструмент, хороший музыкальный инструмент Мастеровой музыкальный инструмент Не предназначен для игры на открытом воздухе Для этого должны быть специальные Все эти все оркестры, которые гастролируют и играют на улицах, на площадях У них у всех подменные инструменты Подменные скрипки, подменные виолончели Которые мне жалко Они не играют на страдивариях на улице Или все эти рокеры, которые разъезжают по фестивалям Всяким, по городам и весям По туризмам и под открытым воздухом Они тоже не играют на своих лучших инструментах У них специальные гитары, которые не жалко Вдруг там дождь пойдет, снег, ветер, прочее Ну вы что, и инструмент там за несколько тысяч долларов Вы угробите Нет, конечно Ну берегите свои инструменты, пожалуйста Я вас очень прошу Ладно, конечно, я все сделал Все склеил Играть на этих инструментах можно Все хорошо Ну вот, решил рассказать Теперь вторая тема Она посвящена мастерам Которые делают вот это То есть, которые продолжают что-то выдумывать Ой Ну, понимаете Да, вот выдумал Да, Каша Да, там прочее Но все эти пружины Весь этот Каша Профессор Каша Это мастер Это научный работник Он не был мастером Он не делал сам На него делали другие мастера Но он разрабатывал вот эту гитару Такую форму Такой дизайн Так вот Весь этот Каша Весь разваливается Весь деформируется Ничего не держат эти пружины Дека прогнулась Все это везде поотваливалось Пришлось это все клеить Ну, в конце концов Ну, хватит выдумывать Ну, делайте вы нормальные гитары Хорошие гитары Правильные Проверенные временем Проверенные трехсотлетним гитарным опытом Сейчас я объясню, да Самое главное Самое главное Значит Пружина верхней деки Дека Ну, дека тоненькая И на ней приклеена пружина Так выглядит нормальная пружина А что вот это Начинаются вот эти вот Арки Вот эти арки Арки, да Они еще пошли, знаете То есть это пустота Пространство Там еще поперечные Продольные идут Продольные И вот это вот Да, типа О, как круто Это еще Слушайте, романилос Кто-то из испанцев Пытался это делать Ни в коем случае Потому что площадь приклейки Вот этот хвостик Ему не хватает площади клея Чтобы держаться Первое, что делает Он отваливается Во-вторых Вот это пространство Не закрепленное пружиной Первое, что делает Оно проваливается У вас гитара С двумя провалившимися Да, фрагментами У вас отвалившиеся края Ну, не делайте вы глупости Приклейте вы нормальную пружину Полностью Приклейте вы ее полностью Площадь приклейки Чтобы вся дека Была скреплена пружиной Никаких арок Никаких ничего В крайнем случае Как делаю это я Маленькая арочка В которой пружинка Ну, то есть Врезка практически один в один Никаких прогибов Никаких прогибов Там максимум 6-8 миллиметров Радиус И, пожалуйста Все у вас везде скреплено А там пружинка Никаких Все держится Ну, вы поняли Ну, хватит выдумывать уже ерунду В конце концов Ну, не выдумывайте вы велосипеды Есть нормальная технология Гитаростроения Проверенная Трехсотлетним опытом В конце концов Вот, собственно, об этом я сегодня хотел вам рассказать Еще раз говорю Мастер Рассохин Мы не знакомы Не хочу ничего плохого о нем говорить Если я чем-то его обидел Пусть он меня простит Но, скорее всего, что Все в порядке Гитары нормальные На гитарах можно Ну, кроме вот этого, конечно Ну, это пипец У нее эти все вот эти пружины Там провалившиеся с этими арками космическими Ну, это Я понимаю, что не Рассохин виноват А скорее виноват профессор Каша Который попытался это все выдумать И запачкал мозги Музыкантам и прочим мастерам Вот этими всеми технологическими новинками Которые через 10-20 лет С позором провалились А торрес, который 300 лет Он и будет торресом Вот, собственно, и все Играйте на хороших инструментах Для походов, поездок, мореплавания Покупайте специальный музыкальный инструмент Ну, если у вас куча денег Конечно, вы можете гробить гитары Из бразильского палисандра В своем мореплавании Ну, поберегите их Это же все-таки Произведение Декоративно-прикладного искусства Я бы так сказал Это же вещи На века должны быть А не так, что поплыл И угробил Надеюсь, вам было интересно Подписывайтесь на мой канал Ставьте лайки Как сейчас все принято говорить Да Рад, что Мои подписчики со мной Рад вас видеть Рад вас слышать Отвечаю на ваши комментарии Буду дальше радовать вас своими видео Спасибо вам большое за внимание Увидимся До свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok